Один мужик в заводской столовой заказывает окрошку, а ему отвечают, что закончилось. Петрович последнюю тарелку типа забрал. Но он ищет взглядом Петровича и видит, что тот уже пообедал, но окрошка нетронутая стоит. Но он подходит и спрашивает, Петрович, ты что, окрошку не будешь? Петрович отвечает, не, угощайся. Мужик обрадовался и начал лакомиться. Выхлебал пол тарелки, видит, на дне дохлая мышь лежит. Ну, мгновенно все обратно в тарелку и выблевал. Петрович на это смотрит и говорит, ну да, я тоже примерно после половины тарелки заметил. Возвращаюсь домой из командировки и сразу на кухню. Никого. Потом в спальню. Никого. В шкаф. И голос мамы из другой комнаты. Жениться тебе, сынок, надо. Женщину надо любить, как Емеля печку. А это как? Как-как? Не слезать с нее. На улице стоит дождливая погода и студентка первого курса решает заглянуть к своему приятелю-однокурснику. Поговорив с ней полчаса, спрашивает, ну и что мы будем делать при такой погоде? У меня есть идея, говорит она. Достань какую-нибудь монету и мы сыграем в Орел и Решку. Если выпадет Орел, будем делать то, что я захочу. А если выпадет Решка, что ты захочешь. Ну ты давай, начинай бросать монету, а я тем временем приготовлю постель. Димон, Димон, смотри, Танька идет. Давай крикнем ей, что она шлюха. Твоя жена, ты кричи.